В эфире новости на шестом канале, студия Анастасия Кузина. Здравствуйте. Никого не убил по счастливой случайности. Жуткое ДТП произошло воскресным утром на улице Балакирева. В фольксваген, ехавший явно с превышением скорости, не вписывается в поворот и врезается в забор детского сада номер 4. Кроме того, водитель сносит дерево, которое росло на территории дошкольного учреждения. Произошло это в половине 11 утра. Обычно в это время у детей прогулка. Страшно представить, что мог бы наделать этот водитель, если бы ДТП произошло в рабочий день. Кстати, на тротуаре в этот момент были люди. В фольксваген не задел их чудом. Прохожие не дошли нескольких метров до того места, где иномарка влетела в забор. Водитель скрылся с места происшествия. Полиция нашла его позднее. И теперь ему грозит за оставление места происшествия до 15 суток ареста. Кроме того, есть подозрение, что лихач был в состоянии опьянения. И если это подтвердится, он лишится водительских прав и заплатит штраф 30 тысяч рублей. Один из пострадавших на пожаре в Коврове скончался. Делом занимается Следственный комитет. Как мы уже сообщали, возгорание случилось в минувшую пятницу. Загорелся цех, который завод имени Дегтярева сдавал в аренду. На его площадях занимались изготовлением дверей. Рабочие пытались справиться с задымлением самостоятельно, используя огнетушитель. Но не смогли. В результате пожара пострадали 6 человек. Пятеро в тот же день были доставлены в Нижегородский ожоговый центр. А 32-летнего жителя Коврова перевозить было запрещено, поскольку он получил ожоги почти 100% тела. Мужчина скончался вчера утром в местной клинике. По версии следствия, огонь на производстве вспыхнул из-за неправильно проведенной уборки лакокрасочной камеры. Рабочие проводили ее с помощью веников и металлических скребков. Допустимо убирать такое помещение только деревянными предметами. Получилось, по предварительной оценке экспертов, сильнейшее статическое воздействие металла-металл. Возникло возгорание. Следствие полагает, что руководство предприятия не смогло создать безопасные условия труда для работников. Начальник дал подчиненным преступное указание убирать лакокрасочную камеру средствами, которые использовать нельзя. Сейчас устанавливаются конкретные должностные лица, в чьи обязанности входит обеспечение правил охраны безопасности производства. Статья, по которой первоначально возбуждалось уголовное дело, это часть первой статьи 143. Естественно, она трансформировалась в часть вторую после смерти одного из потерпевших. И по части второй данной статьи предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Жизнь на ощупь жильцы нескольких новостроек. На краю не коммунар боятся за свою безопасность в темное время суток. Почти год люди ждут, когда в их дворе появится свет и пытаются вернуться домой до наступления темноты или же носят с собой фонарики. О том, почему администрация не берет на баланс уличное освещение возле этих домов и когда наступит светлое будущее для новоселов, расскажет Ольга Федина. Жители многоэтажек по улицам Центральной и Песочной новоселью радовались недолго. Оказалось, что фонари возле дома не горят. Каждый день до своих квартир людям приходится добираться почти на ощупь. Темень жуткая. У нас в доме очень много детей, очень много молодых семей. А рядом школа, соответственно, с точки зрения матери, страшно ребенка отпускать, даже куда-то, банально мусор вынести. Не говоря уже о том, чтобы ребенок прошел из школы до дома. Потому что очень темно, но не видно вообще ничего. В новый дом жители заселились еще в феврале этого года. С тех пор они и ждут, когда же в их дворе станет светло. Многочисленные обращения новоселов в администрацию пользы так пока и не принесли. По словам жителей, сначала от чиновников были просто отговорки. А потом людей вообще шокировали своим ответом. Власти сообщили. На совещании в управлении ЖКХ приняли решение о том, чтобы... Наружные сети, расположенные внутри дворовой территории, на земельном участке, который принадлежит собственникам, должны оплачивать сами собственники. То есть, если они хотят, чтобы во дворе было светло, значит, сами должны установить прибор учета и оплачивать электроэнергию. Для этого жителям предложили разделить электросеть на две линии внутри и снаружи двора. Причем первую должны оплатить собственники квартир, а фонари перед домом – администрация. Люди с удивлением задаются вопросом, почему они должны оплачивать уличное освещение. Данная услуга – это как фонарное освещение для собственников любых домов, жителей города, она бесплатна. Также есть муниципальная программа, где на данную услугу выделяются деньги. Темнота провоцирует и разгул преступности во дворах этих многоэтажек. Жители рассказали, что участились кражи из автомобилей, а вечером возле подъездов постоянно шумят нетрезвые компании. А недавно дело даже и до выстрелов дошло. Приезжали люди на джипе и стреляли из пневматического оружия, но я так подозреваю, что из пневматики, рядом с теми заборами, со строящимися. Освещения нет, непонятно, кто это может быть. Я так думаю, они сюда ездят. Что касается оплаты освещения, в администрации нам пояснили. Собственники действительно должны платить за электричество на своей дворовой территории. Уличные же фонари берет на себя местный бюджет. Такая практика, по словам чиновников, существует для всех жителей. А в квитанции за свет есть отдельная строка, включающая сбор за электричество в местах общего пользования. На вопрос о том, почему во дворах пяти многоэтажных домов уже несколько месяцев нет света, нам ответили так. Ситуация, с одной стороны, простая, с другой, достаточно запутанная. Потому что компания застройщик до сих пор не передала техническую документацию на сети наружного освещения муниципалитету. И мы, соответственно, не можем заключить договор на электроснабжение с Владимирской областной электросетевой компанией. Директор компании застройщика домов по улице Песочной Леонид Коробов рассказал, что никаких проблем в передаче технической документации нет. Вопрос, кому передавать. По словам Коробова, ТСЖ и администрация никак не могут договориться, кто и за что должен платить. В товариществе собственников жилья считают, что с людей не должны взимать плату за свет во дворе. Поэтому в настоящее время этот спор рассматривают юристы. Они, по словам директора компании застройщика, вынесут свое решение уже на этой неделе. И тогда светлое будущее для жителей новостроек должно наконец-таки наступить. Ольга Федина, Константин Миронов, Шестой канал. Сезон гриппа начался. Вместе с ним стартовала в регионе и прививочная кампания. В область уже завезли необходимый объем вакцины. Как и в прошлом году, бесплатно будут прививать граждан из группы риска. Это работники социальной, образовательной, медицинской и транспортной сфер. В эту же группу попадают и чиновники. Они-то сегодня и решили продемонстрировать необходимость и безопасность таких прививок. Алексей Дудин расскажет подробнее. Берусь на болезнь. Нет, я пока не болела. Лидия Смолина прививается одна из первых. Директор департамента ЖКХ по образованию медик. Она не понаслышке знает, что вакцинироваться от гриппа необходимо ежегодно. Я делаю каждый год, рекомендую делать всем своим близким, родственникам. Ну и, как я считаю, болею реже после прививок. Весь департамент, который я возглавляю, они сделают прививки. Я проконтролирую. Ультрикс – вакцина третьего поколения, говорят медики. 230 тысяч ампул в область привезли на прошлой неделе. Бесплатно она для работников бюджетной сферы, чиновников, пенсионеров и других граждан, попадающих в группу риска. Данную прививку мы не делаем беременным, не делаем детям, не делаем людям в острый период заболеваний хронического или вирусного. Но перед каждой прививкой пациент должен быть обязательно осмотрен терапевтом. Для беременных и детей инъекция другая – гриппол плюс. Ею уже вакцинировано 5000 человек. Всего же, чтобы не допустить распространения эпидемии, привить необходимо 25-30% населения области. Бояться или опасаться побочных явлений не стоит. Об этом заявил вице-губернатор Михаил Колков. Ему сегодня также сделали прививку от гриппа. Те, кто проходил в основной своей массе, в подавляющей массе, аллергических реакций не имеют. Врачи наши этого не отмечают. Есть специфические виды реакции при аллергии, причем четко выраженной аллергии на куриный белок. При всем при этом, то, что ребенок не любит куриный белок, вовсе даже не означает, что у него существует на него аллергия. Вовремя сделанная прививка – это очень серьезная минимизация расходов на лечение. Колоть или не колоть – дело личное. Силой делать прививки медики не будут. Да и сама прививка не 100% гарантия того, что зимой человек не заболеет. Вакцина, конечно, она не защищает внешнюю оболочку. Вирус попадает, но организм готов бороться с ним. Понимаете, он организм сам вырабатывает все интерфероны, защитную оболочку. Он не пускает вирус в свою клетку, и ему некуда деваться. Он тут же влетает. Прилетел – улетел. С алкоголем совмещиво? Нет, нет. Вообще алкоголь – это страшный вред. В области уже превышен эпид-порог по остро-респираторным заболеваниям. Поэтому прививаться надо как можно быстрее, ведь мгновенно вакцина не заработает. Для того, чтобы у организма появилась защита от вируса, с момента вакцинирования должно пройти 2-3 недели. Алексей Дудин и Евгений Токарев, 6 канал. Вопросы государственной политики в области культуры, охраны интеллектуальной собственности и авторских прав обсудили в Москве на Совете законодателей страны. Заседание провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Сергей Нарышкин. В работе Совета принял участие и председатель законодательного собрания нашей области Владимир Киселев. В настоящее время закон о культуре проходит очередной этап согласования. И хотя все говорят о необходимости его скорейшего принятия, на деле процесс затягивается. Слишком много вопросов еще предстоит урегулировать. Зато в отношении защиты интеллектуальной собственности и авторских прав заметный прогресс. Начал работать суд по интеллектуальным правам. Поправки в гражданский кодекс упорядочили отношения между производителем и пользователем собственности. И все же пока рано останавливаться на достигнутом. В нашем коммерческом обороте находится всего около 2% охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности. Импорт интеллектуальной собственности в 11 раз сегодня превышает экспорт. При этом в России создаются качественные интеллектуальные продукты, но в большинстве случаев они остаются неиспользуемыми, а мы приобретаем их в виде готовых товаров за рубежом. Говоря о проблемах по защите авторских и смежных прав, все сошлись во мнении, что основная угроза таится в интернете. Второй антипиратский закон, принятый в мае, существенно улучшил ситуацию, но не исправил ее до конца. По оценкам специалистов, только в киноиндустрии ущерб от киберворовства составляет от 15 до 20 миллиардов рублей в год. Минсвязи подготовила список из тысячи сайтов, содержащих пиратский контент. Невероятнее всего, вскоре все они будут заблокированы. В этой связи снова возникает тема ответственности пользователей интернет и их готовности платить за результаты деятельности других людей. Сейчас в этом направлении наметился существенный сдвиг. Люди стали охотнее платить за просмотр, например, фильмов или прослушивание музыки. Количество этих людей увеличилось с 4 миллионов до 18 миллионов. Это хороший результат, мы на нем не собираемся останавливаться. Наша задача заключается в том, чтобы к 2018 году их было 30 миллионов. И мы надеемся, что мы выйдем на эту цифру, хотя здесь мы понимаем, что в начальной степени и экономическая ситуация в стране тоже влияет на это. На региональном уровне было решено провести мониторинг исполнения законодательства по защите авторских прав. Предложение было поддержано участниками заседания, хотя как раз на региональном уровне меньше всего возникает проблем. У Владимирской области, я считаю, что очень хорошо действует служба по соблюдению авторских прав. Каких-то таких больших, серьезных проблем с этим не наблюдается. И, по крайней мере, в адрес законодательного собрания не поступало жалоб, запросов по нарушению чьих-то авторских прав. Обсуждая вопрос защиты авторских прав, законодатели и чиновники всех уровней призывают самих правообладателей активнее отстаивать свои интересы. Законодательная база сейчас позволяет наказывать нарушителей, а правообладателям это дает возможность устанавливать свои правила, согласно которым созданные конкретным автором произведения будут доходить до зрителя, слушателя или читателя. Алексей Соков, Шестой канал. Очистили город. Во Владимире прошел очередной общегородской субботник. В нем приняли участие почти 23 тысячи человек. В основном убирали парки, скверы и дворы. Кто личным примером воодушевлял владимирцев, знает Валерия Саенко. В руках грабли, метлы и мусорные пакеты. Наводить порядок в городе решили, пока позволяет погода. Как всегда, начали с городских парков. В Центральном, к примеру, убираются сотрудники городской администрации. Их главная задача – собрать опавшие листья. Приводим город в порядок для того, чтобы зиму встретить в чистоте, подготовиться к Новому году. Фронт работ – это уборка нашего Центрального парка. Вы сами видите, что люди есть, в хорошем настроении. Приводят город в порядок. Участие в субботнике принял и глава администрации Владимира. Андрей Шохин в Центральный парк города приехал с ревизией. Хочется посмотреть, как сейчас работают все системы, которые были. Сейчас попрошу включить здесь освещение, подсветку. Посмотрю, наметим, что сделать здесь зимой. Зимой хочется здесь сделать одну из площадок. Замечательно. Я все площадки сегодня стараюсь посетить, поработать, помочь, чтобы везде принять участие. Наводили порядок не только в городских скверах. Уборки требовали гаражные кооперативы и дачные товарищества. Рядом с ними возникло 11 несанкционированных свалок. Убирались там тоже городские чиновники. Уборка прошла и в патриарших садах. Здесь фронт работы больше, чем в любом парке. Ведь нужно не только чистоту навести, но и подрезать деревья, позаботиться о растениях. И все это на четырех с лишним гектарах. Сады сейчас находятся в состоянии реконструкции. Поэтому много всего у нас, многие растения просто выкорчеваны. Много строительного мусора. Все это нам приходится убирать. Среди тех, кто трудится в патриарших, новый мэр Ольга Деева. Это ее первый субботник в качестве главы города. Высокое положение оплынивать от работы не позволяет. Скорее наоборот. Глава города должен показывать пример так, чтобы все брали лопаты и бежали быстро с гроблями, с метелками. Я пришла сюда, в патриаршие сады. Это прекраснейшее место нашего города. Надо сделать так, чтобы было приятно здесь находиться. Чтобы вот аура, которая здесь существует, в этом саду, то есть она, наверное, вдохновляла кого-то на стихи, кого-то на песни. В этот раз в уборке Владимира приняли участие почти 23 тысячи человек. Мусор из города вывозили все выходные. Спецтехника сделала 119 рейсов. Валерия Саенко, Артем Горчуков, 6 канал. Ничья на домашнем поле. Игра Владимирского торпеда с московским Домодедовым в прошедшие выходные завершилась со счетом 2-2. Матч прошел в рамках 15-го тура первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона западной зоны. На 19-й минуте счет открыл торпедовец Илья Зинин. Гостям удалось сравнять счет на 42-й минуте с тараниями Николая Гаврюка. И все же ко второму тайму черно-белые подошли с преимуществом. Всего за несколько секунд до перерыва, когда торпедовец Андрей Гацко пробивал штрафной, мяч в свои ворота забил галкипер гостей. Уже во втором тайме московская Домодедова вновь сравняла счет. Второй гол забил все тот же нападающий гостей Николай Гаврюк. Итог 2-2. Заработав в матче одну очко, торпеда занимает пятую строчку в турнирной таблице. Это была последняя игра черно-белых на домашнем поле в этом году. Это обидно, что на самом деле не смогли два раза удержать победный счет. Но с другой стороны, было значительное количество голевых моментов ворот торпеда, которые не были использованы гостями, в том числе и из-за уверенной игры обороны. Поэтому, наверное, счет по игре. И на сегодня это вся информация. Давайте делать новости вместе. Пишите нам на сайт 6tv.ru и звоните в редакцию по телефону 366666. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok